Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли и добро пожаловать в Гаррис Морд! Ну и сегодня я хочу провести очень крутую битву. А именно, в ней примет участие самый новый монстр, точнее сразу три новых монстра Тревора Хендерсона, а именно Утренняя Походка. И против них или него, называй как хочешь, сразится монстр Последние Новости. Да, будет у нас вот такая вот битва гигантов и, конечно же, перед началом попрошу тебя влепить свой лайк, а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Мне, правда, будет безумно приятно, я желаю тебе, конечно же, приятного аппетита, если ты кушаешь и приятного просмотра. Ну а мы начинаем и погнали! Итак, переходим в менюшку и у нас, короче, ой, немножко не та вкладочка, вот, короче, значит, наши монстры. Это Утренняя Походка, получается, я на них уже делал обзор, будет, конечно же, он в подсказке, чтобы ты что посмотрел. Ну и вот такой вот первый монстр под названием Высота, потом второй монстр под названием Лимпа, вот такой вот просто здоровенный, у него здоровенный ручищ, я думаю, то, что он принесет просто большой вклад в развитие битвы. Ну и, собственно, третий монстр это Тень, у него такая здоровенная башка, да и сам он тоже, если честно, здоровенный. Ну и против них будет драться, значит, последние новости. Естественно, он сразится с каждым из них, ну и посмотрим, кто же все-таки победит. И, кстати говоря, прямо сейчас напиши в комментариях, как ты думаешь, кто же сильнее. Ну и для разогрева я предлагаю, значит, посмотреть, на что вообще в целом способна наша Утренняя Походка. В принципе, в том видосе, где я делал на них обзор, по-моему, я все-таки какие-то битвы там устраивал. Но, как бы мне не трудно сделать еще пару битв. Итак, спавню, наверное, для начала Высоту. Ну и пусть у него в противниках будет, а даже не знаю, давай-ка сиреноголовый, я не знаю, по приколу чистый, погнали посмотрим, что из этого получится. И просто с одного удара, просто с одного удара вырубить сиреноголовый, это, конечно, очень жестко. Так, хорошо, давай кого-то посильнее, давай, допустим, небесного крикуна попробуем. Давай-ка, раз, два, три, погнали, кто же сильнее. Так, и, ой-ой-ой-ой, что происходит? У меня просто, что за фигня, у меня все белое просто, я, спасибо, меня тоже убили. Я нифига вообще не вижу, что там происходит, скажи мне, пожалуйста. Так, и, по-моему, все-таки, да, наша утренняя похода побеждает. Что это вообще за такой имба-монстр, реально, он просто всех выносит, просто реально всех. Так, хорошо, значит, у меня, конечно же, есть еще просто дофигища различных монстров. И так можно устраивать битвы просто реально до бесконечности. И поэтому сейчас давай-ка мы, наверное, сравним наш Breaking News. Значит, вот до последней новости, если переводить на русский язык. Ну и пусть он сразится тоже, допустим, а давай с тем же сиреноголовым. Посмотрим, будут ли они вообще, кстати, драться. Да, точно, это же существа из одного мода, поэтому нужно их вот таким вот образом натравить, конечно же, друг на дружку. Так, включаю, получается, наш режим. И там еще маленький Breaking News. Так, и сиреноголову идет на Breaking News, и кто же победит? Так, у них достаточно долгая битва. Ну, относительно долго наши предыдущие битвы. Так, и пока что непонятно, кто у нас побеждает. Но, походу, сиреноголовый нацелился на маленького последней новости, и все-таки последней новости убивает нашего сиреноголова. Но у него на это понадобилось намного больше времени, чем у нашей утренней походки. И вот что-то мне подсказывает, что утренняя походка все-таки окажется сильнее. Но это мы, конечно же, выясним. Так, подожди, может быть только высота настолько сильный монстр? Давай, допустим, я заспавню Лимбо. Это, получается, наш средний брат, если их можно так, конечно же, назвать. И, собственно, к нему мы заспавним в пару того же сиреноголовый. Посмотрим, что за то получится. Ну-ка, ребятки, давайте снова деремся. Так, и просто с одного удара выносит. Ну, что это реально за такая жесть? Так, окей, кого же мы еще можем заспавнить? Он меня просто уничтожает. Точно, я забыл то, что он очень легко уничтожает, даже когда я выключаю искусственный интеллект у NPC. Хорошо, ну-ка, вот третий наш братец, получается. И к нему мы заспавним того же самого сиреноголового. Слушай, мне кажется, что они всем втроем абсолютно одинаковые сильны. Ну, ладно, давай посмотрим. Так, снова включаем искусственный интеллект. И, да, с одного просто удара, с одного удара, даже, можно сказать, с выстрела, он уничтожает нашего сиреноголового. Так, а какую же еще мы битву сможем сделать? Ну, допустим, допустим. Это, конечно, можно было сделать из этого отдельный видос. Но мы сделаем это прямо сейчас. Значит, день 17, да самый настоящий, просто гигант, день 17 против утренней походки под названием Высота. И так, погнали. И день 17 победил. Чего? Реально день 17 победил. Офигеть, а ну-ка, давай-ка еще одного заспавним. Так, только не на меня. Ну, почему ты на меня идешь? Почему ты идешь на меня? Скажи мне, пожалуйста, вон у тебя гигантский враг. Вон монстр, иди на монстр. Что ж такое-то, а что ж такое? Ну, не надо меня. Опять меня он убивает, я тебя понял. Я тебя просто реально понял. Ну-ка, подожди-ка, подожди-ка. Вас нужно стравить. Так, давай-ка, иди на день 17. Давай, все, деритесь, ребята, деритесь. Так, и день 17 реально побеждает. Ну, это просто очень жесткий монстр. Так, хорошо, и давай-ка мы по приколу еще сравним. День 17 получается против наших последних новостей. Так, спавним последние новости. Собственно, или же прайкинг-ньюс. И посмотрим, кто же победит. Так, и, по-моему, по-моему, день 17. Так, а ну-ка, да, день 17 побеждает. Что ж такое-то, а? Да уж, день 17 очень сильный монстр, его никто не может одолеть. И благодаря тому, что день 17 всех одолел, у нас, так сказать, появился больше интерес к схватке брейкинг-ньюса и, собственно, утренней походки. Ну, я думаю, то, что больше нет смысла тянуть. Давай, наконец-ки, устроим их легендарную битву. Итак, для начала я спавню нашего, собственно, брейкинг-ньюса. А также к нему в пару мы прямо сейчас заспавним утреннюю походку и посмотрим, кто же из них больше. Так, но брейкинг-ньюс немножечко, буквально побольше. Да, если он просто выпрямится, то он, да, 100% будет больше. Ну что, давай посмотрим, кто из них победит. Напоминаю, прямо сейчас пиши в комментариях, кто же все-таки сильнее. На твой взгляд, конечно же. Ну и давай 3 секунды. Раз, два, три и погнали. Итак, битва начинается. И что? Уже, уже высота победил. Ты чего, прикалываешься? Как так быстро-то, а? Так, он вообще не потерял хп, ты приколи. Он реально не потерял практически ни одного своего хитпоинта. У нас как бы несколько утренних походок, поэтому давай-ка мы сейчас заспавним еще одного брейкинг-ньюса. Вот такого здоровенного. И к нему в пару мы заспавним, значит, второго из утренней походки. Он уже, конечно же, пониже, но у него больше мускулов. Так, а ну-ка, еще одна битва. Давай-ка брейкинг-ньюс, нападай. И так, он первый уничтожил брейкинг-ньюса. И походу сейчас из старшего тоже уничтожит. Подожди, еще нет. Так, а ну-ка, 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 что же будет? Да, и все-таки он уничтожает нашего брейкинг-ньюса. Он просто что-то себе в воду не ударил и, собственно, побеждил. Так, окей, еще один, значит, уже третий брейкинг-ньюс. Стой, 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 я тебя выключу, братишка, пожалуй. Он уже успел своего мальца заспавнить. Так, и спавним, получается, нашего третьего утреннего человека. И получается, включаем снова наш искусственный интеллект. И так, кто же победит, кто же победит. И все-таки, да, утренняя походка просто с трех раз уничтожает нашего брейкинг-ньюса. Окей, а что если мы сделаем сейчас немножечко по-другому? Значит, я спавню нашу высоту, вот такую вот. И против него выступит сразу два брейкинг-ньюса. А также, давай, пять, допустим, маленьких тоже брейкинг-ньюсеров. Как их назвать? Короче, маленьких новостей, таких инсайдиков, так сказать. Ну все, погнали, сейчас просто будет какая-то лютая махачь, погнали, кто же победит. И мне кажется, сейчас, да, утренняя походка просто всех вынесет. Что он реально творит? Он просто всех уничтожает, он подбирает маленьких и нафиг их убивает. Так, и за мной теперь он тоже выдвинулся, но тебе меня не уничтожить. Да, потому что я вот уже тут, короче, валяюсь. Подожди, я в это реально не верю, что утренняя походка настолько сильный монстр. Так, ладно, допустим, я заспавню его еще. И к нему теперь я заспавню не 5 маленьких брейкинг-ньюс, а 5 больших, черт возьми, брейкинг-ньюс. Так вот, 1, 2 и просто всех сторон. Давай 3, потом вот сюда куда-то 4, вот таким вот образом. Ну и, собственно, 5 давай заспавню на вот этот вот домик. Вот таким вот образом и все, 5 брейкинг-ньюсов против, значит, одного чувака из утренней походки, а именно высоты. Ну что, 1, 2, 3, просто, что сейчас будет? Так, и просто сразу же, сразу же, минус 2, он сделал так, только меня не надо. Спасибо большое, он меня просто схватил из воздуха и уничтожил. Спасибо большое, я, пожалуй, так вот понаблюдаю. Так, а что-то когда я наблюдаю... А, вот смотри-ка, он пошел куда-то. Он просто куда-то уходит в туман, куда ты, братишка, уходишь, подожди. А вот он возвращается, хорошо. Я, пожалуй, снова зареспавнюсь, и наш, получается, 100 возвращается, да? Или нет, или ты не хочешь возвращаться, давай-ка, братишка, иди сюда, подожди, давай-ка, братишка, назад, давай-ка, возвращайся. Вот у тебя там еще 2 здоровенных монстра. Так, давайте, ребята, дальше делитесь, давайте, брейкинг-ньюс, ну пожалуйста, ну хоть что-то покажите, я вас просто умоляю. Давайте, ребята, вас двое, вас двое еще куча мальцов, давайте, вы должны заварить этого черрика. О, нет, он просто одного удара, с одного своего, так сказать, топота уничтожил абсолютно всех из брейкинг-ньюс. Это просто жесть, реально. Ну, а я реально не знаю, что с этим делать. Я как могу, так и помогаю брейкинг-ньюсу, но он никак, даже в пятером они не могут справиться всего лишь там с одним из утренней походки. И что делать в этой ситуации, я не знаю. Ну, в принципе, что, даем победу, получается, утренней походке, да, сразу же всем троим, потому что каждый из них, я уверен, вынесет, собственно, любого из брейкинг-ньюс. Ну и на посадок я бы хотел сделать битву, а именно день 17, чисто вот ради своих личных интересов, тоже все-таки сильнее. Значит, один день 17 против сразу же троих братьев утренней походки. Значит, один, два и третьего сейчас заспавниваем куда-то вон туда быстрее, пока меня не уничтожили. Все, погнали, друзья, начинается лютая битва. Только почему ты на меня идешь? Ну, вот дурачок, а почему ты на меня идешь? Так, и день 17 пока что еще живет, спасибо, меня опять убивает, просто реально спасибо большое. Так, я вас отключу, пожалуй, отключу быстренько. Так, и снова сейчас включу, погнали. Я не вижу, кстати, день 17, а где он? Так, а вот день 17 еще живой, да, он живой еще живет. Так, и, собственно, у нас битва, так сказать, продолжается. Так, день 17, давай-ка, давай-ка, снова такой отомсти за брейкинг-ньюса. Давай-давай-давай-давай, и он уничтожает нашу высоту. Так, остается один, третий братец, давай-ка, средний, походу, да, это средний, да, средний братец. Давай, иди снова на день 17, давай, чувак, давай, возвращайся, вот сюда, вот, давай, дерись, ты должен отомстить за своих братьев, давай, челик, давай, давай, атакуй. Ну, а что-то он не очень-то лучше хочет, и, собственно, день 17 также от него уходит. Подожди, давай-ка, снова возвращайся и дерись, давай-давай, ну, куда ты уходишь. О, отлично заметил его, он его даже откинул, посмотри, день 17 улетел, и день 17 просто выстрелом каким-то радиоактивным уничтожил нашего, собственно, из утренней походки челикса. Ну что, вот такой этот видосик у нас сегодня получился, мы узнали то, что, собственно, чуваки из утренней походки намного сильнее, чем последние новости. Хотя, я на самом-то деле думал то, что они примерно равны по силе, но нет, тут просто все в одну калитку, так сказать. Ну, собственно, да, на этом наш видосик подходит к завершению. Конечно же, ставь свои лайки, если его еще не поставил, также подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы новенькие видосики, конечно же, не пропускать. Ну, а с тобой я, Твик, для этого игрушка Гаррис Мод, я не прощаюсь, а говорю до новых встреч, друзья.